10 марта, переход по второму этапу блокады торговли с оккупантами и комментарии по поводу постановления объекта месяца. Я расскажу коротко по этим вопросам, потом задумаю возможность задать вопрос. Договорились? У нас в 44-й сутки длится блокады торговли с оккупантами. Установлено три основные железнодорожные предыдущие, которые перекрыли полностью поставки железнодорожным транспортом товаров в оккупированную часть Донбасса и из оккупированной части Донбасса. Это вы знаете, придут, которые Багдан, 44-й сутки, и заинтересованно не пропущено 31 680 вагонов за 44-й сутки. Редут Запорожье, который в Багмане стоит. За 36 дней 21 600 вагонов не прошло. И третий ряд, это 16 Добровольевского батальона возле станции Кривой Торец, 87 362 рублей. Цифры по расчетным данным мы знаем, что через Багдан проходило вот с 7 до 12 составов в сутки, через Запорожье и составы в сутки, и через Кривой Торец проходило до 60 составов в сутки. Отсюда идут данные. Значит, установлено два наблюдательных рейута. Один в Золотом и второй, Соловейка, на трассе Мариуполь-Донецк. Значит, оба рейута занимаются изучением транспортировки блюда. На Соловейке организованы мобильные группы, которые на задании стоит. Изучить контроль за пропуском на КПВ и изучить маршруты движения транспорта, которые будут минус КПВ. У нас возникают вопросы по поставкам металла, которые якобы осуществляются с металлургического завода в Кураково. Мы предполагаем, что этот металл на самом деле выпускается в Геннадьево, оформляются документы, как вырученные в Кураково, то есть подделываются документы, и прямым ходом отправляются на экспорт. Вот. Значит, основными, конечно, результатами блокады мы считаем, это то, что блокада вывела на чистую воду схему грабежа населения Украины по формуле Rotterdam+. Это первое. Второе, то, что остановились заводы, которые, и шахты, которые находятся на оккупированных территориях, и в целом момента они не будут оплачивать работу, в качестве, боевиков и акубантов. Значит, большое достижение, я считаю, украинской демократии, это поддержка блокады со стороны населения, которая сделала невозможным силовой разгон, которым пугал господин Альдер от нас. Мы знаем о том, что помещались большие группы военнослужащих, мы сглавливали список разделений в сторону блокады. Также мы знаем о том, что большая часть патриотов отказалась выполнять этот незаконный приказ. На сегодняшний день ситуацию уйдет. Более 60 областных мест, городских и районных рад официально поддержали блокаду и обратились к Верховной Раде с требованием поддержать эту блокаду. На сегодняшний день официально блокады действиями поддержали, то есть действиями приняли участие в блокаде именно на ряду. Это внутренний корпус батальона «Донбасс», ветераны батальона «Эльдар», добровольческий рух «Паун», «Унсо», объединение «Хорд», самоборона «Харькова», самоборона «Херсона», самоборона «Мариуполя», самоборона «Павлограда», спилка «АТО» в городе Кавуши. Это крупненькие итоги. Значит, буквально несколько дней назад мы открыли новый, опять же, наблюдательный редут в городе Канатопе. Задача его на сегодняшний день изучение транспортных потоков, которые представляются через эту станцию в сторону России и из России. Данные, на самом деле, впечатляют. Значит, у нас в блокаде было всего лишь два требования. Это первое – освободить всех наших военнопленных. И второе – принять закон об оккупированной территории. На сегодняшний день руководители государства делают все для того, чтобы эти требования были выполнены. В связи с этим мы переходим ко второму этапу блокады. Мы даем правительству срок до 2 апреля подписать договора о поставке угля из стран, которые не ведут военные действия с Украиной. Мы даем правительству срок до 2 апреля пересмотреть свою политику по торговле с страной-агрессором России. Со 2 апреля наши наблюдательные пункты, которые будут до этого времени установлены по всем основным железнодорожным переходам в Российскую Федерацию, начну активную фазу блокадов. Прежде всего, мы перестанем пропускать всякий уголь из России. Потому что, как минимум, уже идет третий месяц, когда господин Гройсман и его правительство обязаны, выполняя требования РНБО от 4 ноября 2014 года провести дефиксификацию поставок на доносителей. Это не делается. То есть, эти господа думают, что у них получится та же самая схема, на которой они работали раньше. Мы говорим, не получится. Поэтому у них есть время на подписание договоров на поставку энергоносителей из других стран. Из России мы уголь пропускать не будем. Судя по единодушному мнению нашего президента, правительства, большинства в парламенте, мы имеем в виду плохо под Петра Порошенко и Народного фронта, судя по тем митингам, которые были организованы в лучших традициях 2013 года, когда с предприятий господина Ахметова сгонялись сотрудники, для того, чтобы постояли с плакатами. Геннадьево, Авдеевка, Краматорск, Мариуполь. Мы посмотрели, что там происходило, в Кайбраканале. То есть, все как обычно. Я не против того, что вы проводили 7 дней. Я против того, что вы в принудительном порядке, запугивая увольнением с работы, сгонялись сотрудники. Завтра, насколько я знаю, мне звонили, будет проводиться митинг в Краматорске повторное. Организуют его патриоты Украины. Там нету разнарядов с предприятиями. Премьер-министр заявил, что покупать уголь в Российской Федерации это преступление. Был буквально неделю назад, когда шел разговор о том, что перекрыт уголь из оккупированных территорий. Ну вот, со 2 апреля мы будем бороться с этим преступлением, если у нашего правительства не хватает на это силы. Значит, мы открываем кроме конотопа наблюдательные аренды в Сумах, в Казачьей, в Уманке, в Купенске. Значит, кого интересует, данные по работе редута в Эконотопе у меня есть, что конкретно проходило. Можете ознакомиться, потом я... по остальным товарам, которые идут из России, мы будем консультироваться с народными экспертом, будем консультироваться с народным Украином, как поступать с ними. мы знаем точно, что товары, которые идут в Россию, мы будем останавливаться. Мы не можем себе позволить торговаться со страной-регрессором. Мы не можем себе позволить поддерживать бюджет страны-регрессора, который обладается на войну, на уничтожение нашего государства. Штаб считает, что правами обязаны принять в ближайшее время законы, которые определят наши взаимоотношения, в том числе и торговые, с агрессорами. Не может продолжаться эта вакханае бесконечно. Вы все слышали в ГААДе, в России ссылалась на то, что мы не признали эти организации террористическими. Мы сами ведем торговую с этими организациями ДНР и ВНР и мы их признаем, участвуем в минских переговорах. Поэтому мы будем ужесточать наши блага. Это касается же дорожных путей. Насчет связи с тем, что наш президент и наше правительство за три года ничего не сделали для предотвращения оккупации не только Донецкой и Луганской области, а всей Украины, которая выразилась в оккупации банковского сектора, в оккупации сектора энергетики, в оккупации стратегических предприятий в виде продажи России россиянам. Значит, мы даем две недели, я прошу на это обратить внимание, семь вкладчиков Сбербанка России на то, чтобы они изъяли оттуда средства. Мы поддерживаем господина Вакова, который заявил, что действия этого банка являются антиукраинскими и антизаконными. Поэтому через две недели, если правительство не удосужится закрыть это предприятие, мы его закроем сами по всем отделениям, которые существуют в Украине. Мы обращаемся к премьер-министру, к министру внутренних дел, генеральному прокурору с заявлением, что их обязанность проконтролировать то, чтобы средства из этого банка не ушли в страну адреса. Значит, мы будем обращаться к народу Украины с предложением, просьбой поддержать нас в повсеместной национализации предприятий, которые принадлежат Российской Федерации. То, что они сделали с предприятиями в Крыму, то, что они сделали с предприятиями оккупированной Донецкой и Луганской областей. У нас по всей практической Украине открыты штабы блокады, то есть региональные штабы. Мы просим всех патриотов Украины сообщать нам о тех предприятиях, которые принадлежат либо гражданам России, либо конкретно предприятиям, которые зарегистрированы на Российской Федерации. Мы считаем, что эти предприятия ведут подрывную деятельность против Украины. Мы считаем, что благодаря существованию этих предприятий на нашей территории могут находиться как активные шпионы, так и лица, которые вербуют украинцев для получения каких-либо данных, которые подрывают обороноспособность нашего государства. Пожалуйста, вопросы. Нам прошу прощения. Последний дом, который хотел отметить постановление Кабинета Министов по поводу организации торговли и перемещения товаров через линию фронта. У нас по этому поводу есть два разных пункта. Первое это то, что наконец-то в 2017 году в дне министра возродился данным постановлением, которое должно было появиться в 2014 году. И тем самым они подтвердили, что все торговые операции, которые осуществлялись победители СБУ являются незаконными. И мы на сегодняшний день требуем от Кабинета Министров определить виновных, кто нарушал закон Украины, организовывая эту торговлю, выдавая дозвола в нарушение закона о борьбе с терроризмом. Это первое. И второе мы не видели полного списка товаров, которые собирается от Кабинета Министров пропускать через Генею фронт. Согласно закону о борьбе с терроризмом, на территории Украины могут поставляться товары, которые являются критическими для нашего государства. Там ничего не сказано, я не имею документарный груз, там ничего не сказано о торговле и поставке товаров на территорию, где проводится антитеррористическая операция. Поэтому штаб блокады напоминают господину Бройсману о том, что два требования есть по штабу блокады. Это полное освобождение наших пленных и второе принятие закона о оккупированных территориях. Постановление не решает ни одного, ни второго вопроса. Вы сказали, что одно из требований было на данный момент есть и сразу вопрос, если вдруг ситуация не изменится, например, еще месяц, если такая ситуация, какие еще есть способы? Мы закроем полностью поставки всех товаров, грузов, электроэнергии, воды и прочего, которые будут поступать на оккупированную территорию, для того, чтобы организовать невыносимые условия для населения, чтобы они начали разговаривать со своими Захарченко и Платницей. То есть вы хотите посолкнуть местное население на оккупированной территории, то я хочу подтолкнуть Российскую Федерацию к выполнению своих обязанностей в соответствии с международными конвенциями по содержанию граждан на оккупированной территории за счет бюджета страны агрессоров, а не за счет страны, на которую совершено нападение. Но пока все равно частично страдают и люди, которые там живут подошли. Там люди страдают только из-за того, что у нас идет война и на эту территорию, эту территорию оккупировала Россия. Поэтому страдают люди. еще вопрос. Сидор Дмитрий, Гуня. А можете, рассказать о блокаде теперь уже по Сбербанку? Каким образом вы будете закрыть отделение банк? Там же центральная или региональная и региональная и региональная и региональная и региональная и региональная и региональная рассказываем заранее о тех мероприятиях, которые мы будем проводить. Мы предупреждаем, говорим, что будут совершены эти действия. Когда будут совершены действия, мы вас пригласим, пожалуйста, принимать участие в виде наблюдателя. На сегодняшний день по Сбербанку есть заявление Сбербанка о том, что они будут обслуживать клиентов с паспортами и переспондentes в виде это достаточно. Еще вопрос? Поглядите? Да. Адрина Шепцова сказала, что вы сказали, что что я не могу подожиться. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...